Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Гружковский 16 августа Пять часов утра. День как-то лениво просыпается. Воздух вздрагивает по временам от выстрелов на востоке и юге. Выстрелы реже, чем вчера. Я иду с офицером генерального штаба подполковником Н. Об. Военные очень высоко ценят его корреспонденции и телеграммы. Говорят, для невоенных они сухи. Что-то меня. Я с наслаждением их читаю, и картины боев, движения становятся вполне ясными. А в то же время нет никакой напыщенности, восторгов, всклипований и взавизгиваний. Серьезная и в то же время полная интереса деловитость. С внешней стороны это симпатичный красивый брюнет, скромный, хотя и знающий себе цену. Мы пойдем прелестной дорогой, говорит он, вдоль внутренней стены города. Все те же садики, дачные домики. Все так же уютно здесь и все так располагает к покою, отдыху. Дольче фарньента. И таким контрастом звучат здесь эти рявканье какого-то грубияна там, в тех горах. Я смотрю в лица китайцев и хочу прочесть в них что-нибудь. Кажется, ничего, кроме добродушного пренебрежения и желания, чтобы поскорее уже так или иначе все кончилось. Ведь, может быть, через два-три дня этот город будет превращен в груды, и мы, китайцы, силу и обстоятельств будем в одинаковом положении. Так во время наводнений, пожаров, поедающие и съедаемые звери забывают на этом мгновение свои инстинкты и тесно жмутся друг к другу. Вот башня на стене. Обвалились ступеньки, и мохом поросы весь вход на нее. Бесконечной древностью и тишиной могил охватывает душу этот уголок. Но впечатления быстро меняются. Вот арбы с китайскими семьями, жены, дети. Все это уезжает куда-то на запад, спасаясь от ужасов войны. На их лицах еще яснее отсутствие какой-нибудь вражды. Они как бы говорят «Бог с вами за все причиненное нам зло, но ставьте нам жизнь». Это дар Божий, который только раз дается и на такое короткое мгновение. Вот мерным шагом несут носилки с ранеными. Рядом идет сестра милосердия. Сзади верхом доктор. Носилки опускают, и мы видим наполовину прикрытое продолговатое лицо, обросшее только еще начинающее расти после бритья бородой, угрюмо сжатые губы, неподвижно, как у мертвеца сложенные руки. Сестра наклоняется и слушает. Едва-едва поднимается грудь раненого. Может быть, она ждет какого-нибудь слова, и, не дождавшись, с беспомощной тревогой и тоской поднимается. Это генерал Мартсон. Сестра? Его жена. Еще молодая, красивая женщина. Доктор немного отстает и торопливо говорит нам. Нет надежды. Шрапнель сломала бедренную кость, прошла через желудок, порвала кишечник. Еще что-то, говорит он. Но мы, полные горечи от этой сцены и последнего взгляда жены, приехавших хоронить сюда своего мужа, едем дальше. Тоже раненый? Спрашиваем мы, указывая на другие носилки. Никак нет. Убитый. Нам называют фамилию. Чем дальше, тем больше этих раненых. Не только раненых. Тысячи обозных повозок, двухколок, экипажей, отдельных отрядов. Все это сбилось у тесных входов в город, и мы с трудом пробиваемся отсюда на простор восточных полей. Но и там, везде, куда хватит глаз, обозы, люди, носилки. Невдалеке наш воздушный шар желтым пятном рисуется на высоте двухсот сажен в голубом небе. Он наблюдает за действиями неприятеля. Теперь и мы совершенно ясно видим дымок на горах и блестки, яркие, как звезды, как вспыхивающие короткие звездообразные метеоры. Оторвется Шрапнель. Ужасная своей замогильной песней Шрапнель, такая красивая издали, для многих последняя яркая вспышка их жизни. И хорошо, если умереть сразу, без этих ужасных стонов и криков и воплей, которые несутся из этих проносимых носилок. Посмотрим переправу через Тайцеге. Мы выезжаем на волю, и перед нами вздувшаяся от дождей река, саженей в сто пятьдесят шириною. На ней понтонный мост. За ней горы, куда по мосту тянутся войска и обозы. Там, на той стороне, позиции нашего семнадцатого корпуса генерала Бильдерлинга. Мы с утра их занимаем, и нужны сутки, чтобы как следует основаться на них. Где-то выше и японцы подвезли свои понтоны. За рекой только один корпус. Остальные по эту сторону, по этому полукругу, который теперь весь перед нашими глазами. Вон там, в углу, где теперь сверкают эти звезды, величиной в большое яблоко, наш левый фланг, десятый корпус генерала Случевского. Прямо перед нами бывший графа Келлера, теперь третий корпус генерала Иванова. Правее, уже на юге, второй генерала Засулича. Четвертый генерала Зарубаева. Первый генерала барона Штакельберга. И там дымки, но, вероятно, за дальностью расстояния или вследствие неровностей, мы не видели летних звезд. Но ведь мы, кажется, не хотим отступать. Наше левое крыло отступило. Обнажился корпус Иванова. Пришлось таким образом и всем перейти на леоянские позиции. Как вы думаете, будет генеральное сражение? Если японцы также энергично будут нападать, да. Пятый день без отдыху, без сна, черти какие-то, и совершенно изменили свою обычную тактику. Девятая дивизия отведена на отдых. Севский, Орловский, Брянский полки. Люди переутомились окончательно, и нервная система никуда не годится. Перегнувшись с лошади, темный офицер говорит. И не быть покою. Каждую ночь вскочит один. Ура, японцы! А за ним все хватают штыки, уже готовы колоть друг друга. А корпус генерала Иванова держится великолепно. Этим генералам не нахвалятся и офицеры, и солдаты. И тринадцатого, и четырнадцатого, и пятнадцатого у них была полная победа. Но их левый фланг обнажился, и им приказано отступать. Но здесь дороги разделяются. Куда едем? На вам Батай, к Сергею Ивановичу. Он вчера ночью прислал сказать, что отступили последними. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин. Полное собрание сочинений. Том 6. Петроград. Издание Товарищества Маркс. 1916 год.